Всем привет дорогие друзья! Спасибо, что снова заглянули на мой канал. Сегодня я вот с такой большой папочкой и я вам покажу свои старые рисунки. Вообще я хотела вам показать, знаете, свои карандашные рисунки Sailor Moon. Это мое, наверное, любимейшее аниме детства и таковым сейчас остается на данный момент. Но, к сожалению, я их не нашла и поэтому буду показывать вам вот такую папочку. Не всю, конечно, всего лишь часть и, думаю, этого видео тоже будет несколько частей. Сказать вам, вернее, рассказать вам про мой стиль рисования тогда. Я очень любила аниме, как я уже и сказала, и поэтому очень много рисовала анимешных девочек. Это не те рисунки, я вам сейчас покажу, которые стали просто началом моего рисования, а уже такие более интересные и более взрослые, я бы сказала. Вот столичка рисуночков я отобрала. Давайте начинать. Это девушка на обычном тетрадном листочке в клеточку и вы видите, да, у нее нет руки, потому что я в прошлых своих видео говорила, что я не умела рисовать руки. Пожалуйста, подтверждение. Эта девушка мне так понравилась. Наверное, я думаю, что она была нарисована в школе, там где-нибудь на задних страницах тетради. Она просто, она была очень красивая и мне нравится до сих пор, ее личико такое очень миленькое и очень такое девчачье. Так, дальше портрет. Просто о позах, о каких-то, не знаю, интересных на положениях рук, ног и вообще в принципе туловище речи не шло вообще никогда. Хотя, хотя и сейчас тоже не идет, потому что я что рисую сейчас? Портреты, конечно. Ну, эта девочка мне нравилась и главная особенность вот этих всех рисунков, которые вы увидите, они нарисованы на обложках от тетради. Не знаю, что это было такое. Видимо, либо мне бумагу было жалко, либо мне ее просто не было. Поэтому почему бы не использовать старые обложки от тетради? Единственное, похоже, что я знала, что глаза нужно рисовать на одном расстоянии. И у меня была осевая линия лица. Пухлые губки и большие реснички. Да, волосы всегда были в моей страсти. Дальше. Еще одна девушка на тетрадном листе. И даже здесь написано thanks for watching. У меня есть видео, где я рисую вот эту девушку. Пожалуйста, посмотрите. Я оставлю ссылочку в описании. Не знаю, тоже, но мне кажется, такой какой-то магический, очень красивый. И мне всегда говорили, что у нее грустные лица. Грустные глаза. Так что, скажите мне, на самом деле это так или мне тоже только кажется? Далее. Здесь непонятный рисунок непонятного платья. Может быть, я выбирала платье на выпускной и решила его нарисовать? Не представляю. Но точно скажу, что платье на выпускной было не таким. Оно было очень пышным. Очень, очень пышным. Анатомия страдает, да? Видите, рука просто. Да. Что-то, что-то пошло не так, видимо. Вообще с пропорциями человеческими. Здесь вот такой вот рисуночек. И девушка такая миленькая. Мне тоже нравится. Я пыталась усложнить фон. Прорисовывала его ручкой черной или ручкой гелевой. И я его не закончила. Но очень такой красивенький набросок получился. Вот такой вот портрет еще есть. Конечно, на обложке. Я помню, что этот рисунок я рисовала, вдохновившись одним художником, которого я увидела в инстаграме. Просто обалденные портреты. Но они нереально реалистичные. И что-то было похоже у него в изображении теней на лице. И вообще проработки именно черт лица, глаз. Вот такой детальной проработки. И мне это безумно понравилось. И помните, в прошлом видео я вам показывала портрет Кати Мизиновой. И я говорила, что он набрал наибольшее количество лайков в инстаграме. За тот период, когда я начала рисовать портреты. Этот рисунок набрал наибольшее количество лайков за время вот этих всех моих анимешных набросочков, так сказать. Так, теперь немножко пошло усложнение позы, да. Я помню, что вот этот рисунок, так сказать, фотографию девушки с такой же позой я нашла у себя в сохраненных фотографиях. И мне захотелось ее так нарисовать. Подборка в тетради, да. Лица не меняются. В принципе, глаза грустные, губы пухлые, ничего не меняется. Руки, да. Гениально просто, гениально. Выбирать рисунки без рук, да. И рисовать их без рук. Портрет этой девушки был вообще тоже моей гордостью долгое время, потому что он казался первым таким детально проработанным после того всего, что вы видели. И здесь проработан фон, что мне тоже очень нравилось. И более-менее соблюдены пропорции, хотя мне кажется, что это уже не видно. Руки, ну, руки красивые. Обычно получалось, что у меня была большая голова и маленькая туловица. Всегда, всегда было так. И здесь платье тоже такое красивое. Глаза, губы мне очень нравились. Красивый, насыщенный и очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень. Дальше, дальше, короче, будет вот такой вот рисуночек. Этот рисунок рисовался где-то в одно время вот с этим. И, в общем, здесь тоже загнут край, потому что он также стоял в рамочке, мне очень нравился. И здесь акварель, как вы можете заметить, который у меня совсем немного. Но этот рисунок мне очень нравился тем, что он такой яркий, очень яркий, какой-то такой проработанный детально. Потому что очень красиво получилось. Я сейчас смотрю, и мне нравится вот добавление вот ручки, да. Я обводила все контуры, и, короче, и глаза, и губы. Губы такие красивые, улыбающиеся. В общем, да. Вот это масло. Такое для рисования, конечно. Не знаю, как оно здесь оказалось. Да, долгое время он был моей гордостью, этот портрет. И в завершении, все, последний рисуночек на сегодня, я покажу вам незаконченный вот такой портрет. Это работа гуашьи. И почему-то, почему-то я ее не закончила. Хотя выглядит очень даже красиво. Видимо, мне оставалось только проработать ручкой ее, потому что все, все заполнено так-то, все волосы красивые. Предполагаю, что я ее нарисовала в период, когда открыла для себя Игру Престолов. Хотя нет, нет. Про Игру Престолов я вам скажу позже, потому что у меня есть рисунок с драконом. Это будет в следующем видео. Тоже, вот я подошла к концу первая часть моих старых рисунков. Похоже, весь мой канал будет состоять из того, что я буду вам что-то показывать и просто вот так сидеть. Да, спасибо, что были со мной. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok